Ну что, вы готовы стать чемпионами Подмосковья? Готовы! Всегда готовы! Отлично! Я вас верю! Ну все, а теперь на площадку! Давайте порвем их! Вперед, ребята! Кирилл, ты гений! Ты в сто раз лучше и хваленого Мариса! Давай, порадуй публику фирменным висам после слэм-данка! Вперед! Кирилл, ты гений! Кирилл, ты гений! Пошел! Пошел, пошел! Откресатель! Молодец! Так, ну только не фо! Нормально, нормально! Доктор, ну что с ним? Он умный? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Так, что там у вас происходит? У Кирилла не было проблем с печенью. Я слежу за его здоровьем. У нас есть свой врач. Это все фальшивка. Дело в том, что этот врач, визит с Монсера, внезапно уехал в отпуск в горы. Ну, видно, телефон отключил, то есть недоступен сейчас. Ну, я же говорил, что это заговор. Во время баскетбольного матча внезапно впадает в кому один из игроков, 18-летний Кирилл Бардин. На следующее утро его тренера Хвостова находят повесившимся. Отец Кирилла подозревает целый заговор и вызывает ФЭС. У Хвостова находят вырванные листы из медкарты Кирилла. Там рекомендация ограничения физических нагрузок из-за проблем с печенью. Бардин уверен, что это фальшивка, и его сын был здоров. Я проверил материалы дела об аварии, явный несчастный случай. Может, у Бардина паранойя? Галь, был я в больнице, с врачами говорил. У Кирилла, короче, этот, токсический гепатит, непонятные теологии. Ну, происхождение. Печень среагировала на какой-то препарат. Бардин же следил за здоровьем сына. Что написано в медкарте? Я смотрел, ничего там нету, ни про какое лечение, ничего не написано. Да, у парня еще сыпь на обеих ладонях, типа аллергия на что-то, врачи не знают на что. Сестра одного из игроков, массажистка, снимала игру. А это с судейской стойки. Золотая нитка? Ткань с люрексом. Так это не от треников, хвостово. Обычная дырка, простая, золотая. А ты что-нибудь еще нашел на одежде? Да, если деталька. Слушай, а Дубик был прав, про упавшие перчатки. А я нашел правильный гвоздик. А откуда там люрекс? Хозяева обычно играют на левой половине площадки. Но хвостов перед игрой уступил ее гостям. И что? На корзине была какая-то контактная дрянь. То есть получается, что покушались не на Кирилла? Галь, я поговорил с парнями из команды Кирилла. В общем, короче, у их соперников есть центральный нападающий, который всегда открывает игру. Марис. Его фирменный бросок, томогавка одной рукой, как раз с касанием кольца. Так вот, этот Марис Павлович Петров, по-моему, латыш. Я думаю, что он и был целью. Кстати, полиция его уже к нам везет. А корзину доставили? Да, Холодов изучает. Еще что-то полезное у команды узнал? Парни сказали, что Кирилл из-за девушки недавно поссорился с еще одним игроком Юрием Бельчиковым. Но Бельчиков на разговорах с командой не явился. Ну что, Андрей? Кольцо протерли моющим средством, но на сетке я нашел следы токсина. Это дипокаин, разведенный в димексид геле. Димексид мог за пару минут дипокаин провести в кровь. Насколько он токсичен? Ну, все зависит от дозы. Это сильнейший местный анестетик. Отпускается строго по рецепту врача. Изначальную концентрацию высчитать не получится. Ну, зачем это было сделано? Дипокаин внутривенно запрещен допинговым комитетом. Ну, это могло вызвать отравление, но никак никому. Кирилл это случайная жертва. Из-за гепатита он впал в кому. Рогозина, слушаю. Да, проводите Марис в переговорной, я сейчас подойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Марис, вам знакомо название дипокаин? Это сильное обезболивающее. Я пользуюсь более легким. Пользуетесь? Зачем? У меня недавно была травма колена и по предписанию врача. Похоже, что кто-то пытался вас отравить. Вот это было на баскетбольном кольце. Но из-за обмена площадками токсин попал в кровь Кириллу. Да с таким коктейлем я бы только лучше играл. А если бы вас проверили на допинг после матча? Ну, результат бы аннулировали, меня бы отстранили. Вот только целью точно был не я. Да. Обыску Хвостова ничего не дал. Никаких следов дипокаина. Да все ребята знали то, что Хвостов проспорил нашему тренеру левую половину поля еще две недели назад. Хвостов не смог перебить нашего тренера. А еще Егорыч сказал то, что Хвостов слабак, и после бутылки водки у него ноги отнялись. Была банка дипокаина, еще вон запечатано. Мы редко его пользуемся. Предпочитаем что-нибудь помягче. А демиксид у вас есть? Нет, но купить-то его не проблема. Секунду. Да. Сергей, Хвостову возможно повесили, он не мог сам подняться по лестнице. И паранойя Бардина не беспочвенно. Похоже, целью действительно был Кирилл. Ну да. Ну подцапались мы с Киричем. Но это еще после того, как я его спас, можно сказать. Спас? Ну давай-ка поподробнее отсюда. Ну Кирич, на вечеринке у меня дома, ну замутил с одной девчонкой. Ну и подцепил от нее, ну что-то я уже не понял, ну что-то венерическое. Ну вот. А потом боялся отцу признаться. А я его научил чем лечиться. Интересно, и чем же? Да я уже не помню, но где-то у меня коробочка дома валяется. Значит найдем, разберемся. Так, ну а Кирилл-то чего? Ты узнал, что я с той девкой раньше. Ну короче, ну и лечился. А потом наехал меня. Типа, что его не предупредил? А я что, нянька? Я проверил. Упаковку, которую нашли на квартире Бельчикова, от препарата на основе метронидозола. Редко, но может вызвать гепатит. Что ты мне мозги включаешь, щенок? У меня две контузии с войной, у меня нервы не к черту! В твоем телефоне обнаружено СМС выключенного номера. В твоем! Продолжением денег за некую слуху на игре! Кто тебя заказал отравить Кирилла? Кто? Да я что, ненормальный? Идти против Кирича? Да меня его отец живьем закопает. Вот. Давай ближе к делу. Что за заказ? Один тип, кто не знаю. По телефону обещал мне заплатить, если я сыграю жестко против Мариса с его коленом. Но деньги так и не пришли. Установить телефон Бельчику в свою программу и выпускаем его. Надо найти заказчика. Кирилл мечтал играть в НБА. Хотел поступить в колледж в Северной Каролине. Там известная баскетбольная команда. Но Гена был против, он не хотел никуда отпускать Кирилла. Вы ладили с Кириллом? Я не пыталась быть матерью, скорее другом. И даже уговаривала Гену отпустить Кирилла в Штаты. Парень должен расти самостоятельно. Это был решающий матч. В каком смысле? Гена пообещал, если они выиграют матч, то он оплатит обучение. И Кирилл был очень рад. Знаете, может быть, это прозвучит кощунственно, но мне иногда кажется, что Гена предпочел бы иметь больного сына рядом, чем здорового, но далеко. Это Кирилла? Доброе утро. Эй, комрад. Берчиков позвали на заказчику по поводу денег. Я сумел его отследить. Андрюк, что-то он быстро болен двигаться. Так он же в машине. Машина попала в камеру наблюдения. Я пробил номер. Машина не в угоне. А ее владелец Кирилл Бардин. Ах, а кто же там за рулем-то сидит? Да, я подарил эту машину сыну на совершеннолетие. Ездит только он. Где она сейчас? Ну, наверное, на стоянке спорткомплекса. Мне не до нее было. Угнали. Так поймайте угонщика. Что вы меня-то по пустякам беспокоите? Эй, командир, какие проблемы? Твоя машина? Моя. Планшет твой? Мой. Документы? Вот. Я на желтый проехал, там желтый, мигающий год. Грачев. Вениамин Анатольевич. Он самый. Ну что же, на сегодня покатушки закончены. Веня. Машина. Галина Николаевна, в ноутбуке Кирилла я ничего не нашел. Вот только тот до меня уже подбирал к нему пароль. Да мы с Кирычем лучшие друзья. Но только я ростом не вышел. А так бы тоже с ним баскетбол двинул. И пока лучший друг в коме, вы решили угнать его в машину? Она практически моя. Слушай. Николай Петрович, СМС-ки Бельчикова с телефона Грачева. А в планшете я нашел запарольную директорию с названием «Злочиха». Вскрыть пока не удалось. Ясно. Что Бельчиков должен был сделать на игре? Да ничего плохого. Я просто хотел получить тачку. Кирыч сказал, в случае победы в матче, уедет в Америку. А там купит себе Кадиллак. Ну как в старых фильмах. Я ему ави этот куда денешь. Он говорит, если хочешь, тебе подарю. Ну я решил подстраховаться. Юрик долбанет Мариса в колено. Вот и все дела. Какой пароль от папки «Злочиха» в планшете? Да я не знаю. Планшет Кирыча. А папка «Злочиха». Кирилл так Полину называет за глаза. Ну то есть злая мачеха. Как в сказках. Да Кирыч считал, что Полина любит только деньги отца. Да вот года четыре назад наобум ляпнул отцу, что так и так Полина ему изменяет. Ну вот дядь Гену устроил жесткую слежку. Проверил телефон, почту, сообщения. Облом. Но потом долго вымаливал прощения дорогими подарками. А словам Кирыча больше не верил. Ну вот что странное. Неделю назад Кирыч радостно сказал. Видел «Злочиху» в спорткомплексе. Я ему, ну и что она здесь постоянно тусуется. То в бассейн, то на массаж. А он мне, я теперь точно уеду в Америку. Пришли выписки из банка по счетам Хвостова. Каждый месяц ему поступало по тысяче долларов от Бардина. А перед матчем пришло две тысячи долларов. Неужели сам отец заказал подставу сына с допингом, лишь бы не отпускать в Америку? Но ошибся с дозой. Да, я платил Хвостову. Чтобы он присматривал за Кириллом и берег его. Последняя сумма, это был прощальный подарок. Я был уверен, что Кирилл победит и смирился с его отъездом. Это ваша лучшая версия, что за всем стою я сам? Зря я вас позвал. Фесс расследует смерть тренера баскетбольной команды Виктора Хвостова. Тренер повесился после того, как его лучший игрок Кирилл Бардин прямо на матче впал в кому. Отец Кирилла подозревает заговор и вызывает Фесс. Становится ясно, что Хвостова убили. На месте преступления находят золотые нитки непонятного происхождения. Выясняется, что Кирилла отравили токсическим анестетиком, нанесенным на кольцо. Под подозрением двое. Товарищ Кирилла по команде Юрий Бельчиков и друг детства Кирилла Вениамин Грачев. За этой дверью лежит в коме мой единственный сын. Я обещаю сто тысяч долларов тому, кто предоставит информацию о виновных в покушении на Кирилла. Вы меня знаете. Я умею держать слово. Виновные должны ответить. И они ответят. Я обещаю. Видать, Бардин вызвал репортеров вчера вечером. О, вот он. Легок на помине. Да, майор Маятский. Известного номера мне пришло СМС. Простите, я не хотел. Я перезвонил, телефон выключен. Пробейте, кто это. Хоть это вы можете. СМС с мобильного Дубейка. Я вчера снял деньги с карты, а сегодня не вышел на работу. Испугался Бардина. Избежал? Может, он в сговоре с Тейлером. Давай-ка в розыск его объявляю. Последний год Дубейка часто звонил на незарегистрированный номер. Телефон сейчас выключен. Последний раз включался в соте, где дом Бардина. Надо проверить все каналы связи с домом Бардиной. Уже. Я нашел звонок с домашнего телефона в компьютерную фирму на следующий день после матча. Они там говорят, что это Полина вызывала мастера для взлома ноутбука. Мне нужен был фильм, который мне Кирилл скачал. Я его давно просила. А это кто? Наша уборщица. Как ее зовут? Как-то не разборьте его по-китайски. Я зову ее Жасмина, она отзывается. Нам надо с ней пообщаться. Но она не говорит по-русски. Жасмин, Жасмин, руки вверх, стрелять буду. Значит, все-таки понимаем по-русски. Ага, понял я, скоро подъеду. А зачем вы сняли с Жасмин штаны? Это улики. И мы забираем их в ФС. И вам, кстати, тоже надо будет поехать с нами на допрос. Так, все. Я звоню адвокату. Звоните. По камерам удалось отследить, где засветилась машина-дубейка. Это тут недалеко. Полиция прочесывает лес, я сейчас к ним туда съезжу. Тебе удалось разговаривать китаянку? Говорят плохо. Но зато понимают хорошо. Особенно слова полиция, незаконная миграция и депортация. Золотые слова. Андрей, зачем звал? Мне удалось скрыть пароль к злачихе. Там текстовый файл. Сегодняшняя ночь тоже наша. Нет, он остался в Москве еще на день. Ты готов повторить вчерашнее? Мне понравилось, целую пока. Я проверил. В день создания файла Бардин был в Москве. Переговоры шли. Два дня. Возможно, это кусок реального разговора Полины с любовником. Собирайте. Ты что, подружилась с этой Жасмин? Ее настоящее имя Жаухуи, Лин. Жасмин мне нравилась больше все-таки. Ты знаешь, как это переводится? Ясная мудрость и красивый нефрейт. А как переводится? Сними к штаны красавицы. Кирилл мог шантажировать Полину, и именно поэтому она превратилась из злой мачехи в друга. Уговорила мужа отпустить сына в Штаты. Полине Кирилл, возможно, соврал, что есть аудиозапись. Наслабо отец сыну не поверил. Именно это Полина искала в ноутбуке Кирилла. И, возможно, именно она была заказчицей отравления дипокаином. Я ничего вам не скажу. Я жду адвоката. У нас как раз есть специальная камера ожидания. Не имеете права. Я буду ждать здесь. И принесите мне кофе. Я приглашу официанта. Алло, Галь, это я. Слушай, ну что, нашли мы место съезда машины в реку. Да, и достали уже трактор здесь все. Это машина дебейка, и он сам там внутри. Ну, мертвый, конечно. Да, слушай, еще перед тем, как утопить, его по голове монтировкой треснули. Она в багажнике была. Ну, не знаю, наверное, преступник подумал, что вода все следы смоет. Я, короче, машину и труп к нам отправляю в контору. Спасибо. По показаниям вашей уборщицы, это ваши брюки. Вы надевали их вечером, в день матча. А утром ваша уборщица нашла их в мусорке с дыркой. Показала вам. Вы сказали, бери, если хочешь. И при чем тут эти брюки? Дырка на них, от гвоздя, на судейской стойке. По которой якобы поднимался хвосток, чтобы повеситься. На гвозде осталась ткань с люрекса. Слушаю. Ну, вот, как говорится, что и требовалось доказать. Значит, от Полины убила и утопила врача Дубейка. Интересно, почему? Скоро узнаем от нее самой. А ее там Рогозина допрашивает? Хуже. Ты что, Андрюх, что может быть хуже? Приехал? Сюда? Это мой адвокат приехал? Нет. Твой судья. Геночка, они все врут. Это не я, я ничего не знаю. Скажешь, все. Будешь жить. Пойдемте. Садитесь. Пусть лучше я буду в тюрьме, но живая. Он обещал, что не убьет меня, вы же слышали. Мой роман с Дубейка начался год назад и после того случая со слежкой Геном не верил. А вот Кирилл выследил и он сказал, что предъявит отцу мой разговор с Игнатом. Ну, если я не помогу уговорить его отпустить в Штаты. Я почти уговорила Гену. Мне нужно было просто помочь команде Кирилла выиграть. И он бы свалил в эту свою Америку. Я попросила о помощи Игната, и никто не должен был пострадать. Игнат просто должен был в перерыве сделать тест и обвинить Мариса в применении допинга. А основания для проверки? Я должна была позвонить в спорткомплекс и сделать анонимное сообщение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Оля, звонить не нужно уже. Все пропало. Команды померились с площадками. Да откуда я знаю, почему? Так, ты, Гаврилов, аллергик. Я сейчас готовлю антидот, чтобы хоть как-то снизить токсическое воздействие. Да ты понимаешь, что будут из-за этого кольца затронуться, а? Это, это очень токсичный анестетик. Как сглазил. Анестетик подцепил Кирилла. Кто знал, что этот гаденыш еще и печень умудрился посадить? Игнат, ты должен мне помочь. Это секрет. Потрянись, что никому не скажешь. Проспись. С утра помогу. У меня есть одно средство. Да ты не понимаешь, Игнат. Я убийца. Нет, ну ты врач, ты должен знать, кто я, убийца или нет. Что ты думаешь? А? Посмотри. Откуда у тебя? Выдрал. С карты. Но я не знал, что все так серьезно. Деньги не хотел терять. Я не должен был его выпускать на боль. Да. Вполне возможно, что нагрузка привела проблем с печенью, вызвали кому. О! Таланты не пропьешь. Выпить есть? Я труп. Бардин меня убьет. И даже если парнишка выкарабкается, в моей карьере хана. Слушай, сейчас. Пять минуточек. Слушай, сейчас. Алло. Поля, это я. Слушай, тут такое дело. Я сказала, это удача, что есть козел отпущения. И что нужно только помочь ему наложить на себя руки. Но Игнат стал психовать, и тогда я сама туда поехала. Вы рисковали быть замеченной? Нет. Гена был в больнице, и за мной никто не следил. Я сказала Игнату, что муж нас убьет, если все узнает. И я заставила его грамотно изобразить самоубийство. Хвостов был в отрубе, мы потащили его в зал. От убийка решил скрыть следы от перчаток, изобразил, будто это Хвостов их на себя уронил. Да. я заметила дыру дома утром, и не помнила, где и когда могла зацепиться. и вырыли все вокруг Кирилла. Я боялась, что найдете эту запись. За измену я еще, может быть, могла вымолить прощение у Гены. Но за сына, да еще и руками любовника, шансов не было. А потом Гена сделал заявление. Виновные должны ответить. и они ответят. Я обещаю. Коля, Паларина так не оставит. Мне нужно сваливать. Дай мне денег. Ну а сколько есть? Хорошо. Через час на наше весть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я поняла. Если Игната поймают, он Гене все выложит. Мы встретились вечером, и я ударила его по голове ломом. Монтировкой. Да без разницы. Потом, сами знаете, утопила его в машине. Мы знаем еще кое-что. У Кирилла не было на вас компромата. Как? Он же цитировал целые фразы. Подслушал и запомнил. Аудиозаписи не было. Адвокат уже едет. Заодно и разводом займется. Скажу честно, хоть это не место для таких признаний. Но если бы это могло вернуть Кирилла к жизни, я бы с удовольствием нарушил данное парень и слово. Что касается Кирилла, у нас есть кое-что для вас. Пойдемте со мной. Это наш врач Борис Селиванов. Бордин. Очень приятно. Присаживайтесь. У убитого Дубейка нашли записи, которые Борис смог восстановить. Это подробные дозы всех компонентов, которые использовал Дубейка. Я думаю, что он хотел как-то исправить ситуацию и рассказать вам об этом, когда будет в безопасности. И как это может помочь? Мне удалось связаться с клиникой, которая занимается токсической комой. И их главврач дал обнадеживающий прогноз. Они уже сейчас обсуждают с вашей больницей лечение. Но при необходимости он готов вас принять у себя. Где эта клиника? По злой ироне судьбы в Штатах, в Северной Каролине, куда так стремился Кирилл. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я ваш должник. Я этого не забуду. Друзья мои, доброе утро. Ради бога, извините за опоздание. Мне звонил Бардин. И после видеоконсультации с американцами и введения необходимых препаратов, час назад Кирилл пришел в себя. Друзья мои, это еще не все. Бардин сделал мне деловое предложение быть его личным врачом. с зарплатой, внимание, в 50 раз превышающий мой оклад. И сопровождать их с Кириллом в Америку на реабилитацию. Так. Ну, а ты что? Я. Друзья мои, я не продаюсь. Я остаюсь с вами. Вот, Галина Николаевна, а вот премия случайная за верность не полагается? Субтитры создавал DimaTorzok Кириллом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...